Всем здраво, в этом видео я вам покажу быстрый запуск в исполнении Вининг Валькири. Ну и погнали собственно говоря к самому видосу. То есть мы будем против Феникса, так как Феникс не такой взрывной как Кирбеус. Ну и все. Я сначала с Кирбеусом хотел, потом подумал. Ну ну давай Феникс. Давайте, погнали. Смотрите, вот обычный запуск. Как запускают все, да? Вот вам и обычный запуск. Зашибись. Ну ладно, ничего страшного. Заменим на Кирбеус. Шучу. Заменим на Геркулес. Ну а что? Геркулес. Все. Что, как Геркулес? Ну думаю, вы все понимаете. Феникс сам не получит. Но вы не переживайте. Это не значит, что быстрый запуск не удался. Нет, это наоборот. Сейчас все раз. Смотрите. Вот как все запускают. Вау! Ты что творишь? Валькирия? Вот вам и... Вот кто тут сейчас может сказать, что Геркулес сильнее Валькирии? Я не слышу вас. С первого раза разбил. Да ты догонишь. Хорошо. Тогда Геркулеса убираем. Геркулес нам не нужен. Тогда мы, знаете, что сделаем? Мы возьмем Кирбиуса сейчас. Вот. Кирбиуса. Против Кирбиуса. Так. И мы попробуем Валькирию запустить под более большим углом. Вдруг поможет. Потому что я заметил, что Валькирия в бою с Геркулесом она начала гонять по рингу и ее спасло только то, что она ударилась о борту. Вредно. Иначе бы она просто ну проиграла по выносливости. Вот. Вообще, зачем это нужно? Выносливость. Почему не придумывают, что выносливость это лучшее, что может быть? Зачем? Точнее, зачем негативно говорят о том, что вот выносливость Борг это все тащит. Да нифига. Например, Перфекциониксы, да? Вынести можно любой Борг. Правосторонний, левосторонний. То есть левосторонний просто нужно на встречных атаках его вынести. Выбить или взорвать. Правосторонним просто можно либо перекружить, либо взорвать, либо выбить. То есть это все ила, но в этом сборки тоже нужны, потому что не все хотят тренироваться. Не все хотят тренироваться. Некоторые хотят просто всегда побеждать. Но это никогда не будет, так как всегда найдется тот, кто лучше. Не считая меня, конечно. Я же просто про-блэдер. Ладно, шучу. Хотя, кто знает, Тантыри разобрался Кербюс. Мы сейчас продолжим, наверное, запускать под очень большим углом может, получится. Мне кажется, что это и есть ключ победы. Разгона у Валькирии предостаточно. Может быть и мало. Не знаю, я хочу себе побольше арену. Мне подписчик предложил о том, чтобы сделать арену, показать, как сделать арену большую. Но я не знаю, где достать антенну. вот. Это валькирия чуть не ухнула. Хотя не это ухнула. Или как-то не забыла. В общем, валькирия могла сейчас просто тупо погружать, погружать, а сейчас у нее и шанс взорвать. Но нет шанса. Походу, уже нет. Ладно. я не знаю где антенну найти. Опять на три разобраться. Ты издеваешься. Ладно, по стене запущу. Что, ты что? Ты что творишь, валькирия? Ты глупая, что ли? Ну, ты даешь, конечно. Просто взялся, вылетело. Ну, я пошла, а вы меня не любите. Вы меня как бы вы меня вау! вы мне больше не друзья. Так она наверное думает. Но нет, конечно же мы с ней друзья. О, вау! Не перекружить. Но взорвать можно. Видели, да? То есть большой угол. Это серьезно тогда давайте я возьму тогда не Кербиус, а не Геркулеса. А давайте мы с вами возьмем Блуди Лонгинуса. Блуди Лонгинуса. А зачем? Да я сам честно говорю не понимаю зачем брать вообще его. Ну мало ли. Просто сделаем виду. Понимаю и одобряю. Валькирия на два разобралась. Лонгинус на один. Ты что? Ты что творишь? Вот это мощь конечно. Я считаю что третьего сезона лучше ввозить какие-нибудь большие вау ты что подпрыгивает? Кстати говоря вы видели да я подпрыгиваю? Можно попробовать сделать эту штуку выделом гимнус прям выделом гимнус когда он подпрыгивает вверх и нападает сверху на бой но я не сниму об этом видео потому что это бипец сложный но если вы попросите то в принципе можно попробовать ты серьезно? И выдел он улетел от меня он улетел в общем хорошо тогда его не будем брать и на этом будем заканчивать как вы видели он разбил вот этих двух бф это уважуха просто уважение это все благодаря чему правильно благодаря быстрому запуску поэтому чекайте это и не верьте тем кто говорит что выносливость рулит не всегда ладно всем удачи всем пока до скорого